Аббая-сутра — это сутра для выхода за пределы ограничений. Она также приводит к состоянию нирбая или бесстрашия. Если бы вы не были настолько физическими по своей природе, в вас не было бы столько страха. Дэви-сутра служит скорее для защиты. Намаскарам, Садгуру. Не могли бы вы рассказать об Аббая-сутре и как она защищает нас от страха? Вся наука йоги распространялась в форме сутр, разных видов сутр. Более двухсот сутр составляют всю сущность йогического знания. В таком контексте Сутра означает «основу». Когда мы говорим о йога-сутрах, составленных Патанжалей, Сутра означает «Нить». Он дал только нить. Он возложил ответственность на каждого мастера, полагаясь на его умение в изготовлении гирляндой. Сутра одна и та же. Нить одна и та же. Но гирлянда, которую вы изготовите, будет отличаться. Не может быть гирлянды без нити. Но никто никогда не носит гирлянду ради нити. Гирлянду носит ради ее цветов. Вы можете нанизать на нее цветы, бусины, жемчужины. Можете сделать ее из бриллиантов. Но без нити не будет гирлянды. Но вы никогда не носите гирлянду ради нити. Нить жизненно важна, но смысл не в ней. Сама по себе она не является целью. Так что мы нашли множество других способов использования нити. Вы слышали о Мангал-сутре? Повязывали такую? Если все было сделано правильно, то смысл в том, чтобы связать две сущности въедино. Смысл заключается в этом. Сегодня это превратилось просто в ритуал. Это другое. Но если это делает тот, кто в этом разбирается, то две ДНК соединяются таким образом, что энергетически их нельзя разделить, что бы ни случилось. В течение жизни может случиться много всего. Вы можете ссориться из-за чего-то значительного или из-за пустяков, но вас невозможно будет разделить, потому что энергии связаны определенным образом. Вам пришлось бы разорвать себя на части. Это единственный способ уйти. Это не так, что вы сбрасываете одежду. Это как сдирать с себя кожу. Но Абхая-сутра не для того, чтобы связать вас. Есть два вида сутр. Обе называются Абхая-сутра. Термин Абхая-сутра больше подходит к Деви-сутре. Она красного цвета. Когда вы получаете сутру для Панчо-Бута Раданы, которая связана с Дьяна-лингой, чтобы усилить определенные измерения того, кем вы являетесь, в основном, чтобы усилить духовные измерения, тогда почему ее называют Абхая-сутрой? Вам нужно понять, что Бхая означает страх. В основе страха лежит ваша физическая природа. Если бы в вас не было физического, разве вы бы испытывали страх? Испытывали? Нет. Страх вызывают ограничения физической природы. Если бы в вас совсем не было физического, вы бы не боялись ничего. Не так ли? Так что слово Абхая используется в этом смысле. Но по сути, это сутра для выхода за пределы ограничений. Но мы не хотели использовать слишком много названий. Вы бы запутались. Она также приводит к состоянию нирбая или бесстрашия. Одну можно назвать нирбая-сутрой, другую – абая-сутрой. Она служит больше для защиты. Другая – для усиления духовного измерения тем, кем вы являетесь, так, чтобы вы стали менее физическими. Если бы вы не были настолько физическими по своей природе, в вас не было бы столько страха. Но Дэви-сутра служит больше для защиты. От воров можно защититься двумя способами. Если вы постоянно боитесь, что к вам в дом могут проникнуть воры и что-то украсть, один способ – выставить снаружи охрану, другой способ – не иметь ничего. Тогда никто не придет. Даже если вы сами пригласите воров, они к вам не придут, а вы берут другое место. Это его метод. Ничего нет, поэтому никто не придет. Бесстрашие. Там же вы хотите выставить охрану. У вас все еще есть имущество. Вы хотите его охранять. Я вижу очень много рук, на которых обе нити. Это хорошо. Итак, как утилизировать нить? Вы можете носить ее как минимум 40 дней. Если вы не пользуетесь мылом или пользуетесь им умеренно, нить прослужит намного дольше. Если вы используете мыло в большом количестве, в ней будет оставаться энергия по крайней мере 40 дней. Если использовать только холодную воду, нить прослужит намного дольше. Если вы моетесь в теплой воде, нить прослужит по крайней мере 40 дней. Если нить остается прочной, значит она сохраняет энергию. Итак, где-то через 40-60 дней она становится обычной нитью, тогда больше нет смысла носить ее. Вы можете снять ее и положить туда, где она легко подвергнется разложению. Обычно, согласно традиции, выкапывают небольшую ямку возле растения и кладут нить туда, потому что под воздействием влаги она перегниет за три дня. Она не должна попасть в чьи-то чужие руки. Это важно. Если что-то было в таком близком контакте с вашим телом, сложился определенный союз между вами и Деви, между вами и Дьянолингой. Это небольшое бракосочетание. Когда такое происходит, лучше, чтобы нить не попала в чужие руки. Если люди знают, как ее воспользоваться, то могут вам навредить. Поэтому вы должны всегда ее закапывать. Если вам некуда закопать нить, ее следует сжечь. Вы можете сжечь ее, собрать пепел и нанести его на тело от вишульди и ниже. Это один простой способ. Либо же ее можно закопать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова